Продолжаем. Вот так вот, тихую. Закопают пригожено, да. Я мысль закончу. Потому что Путин не забрал свои слова назад, что это было предательство, удар в спину российской армии. И при всем его соболезновании семье сквозь зубы, тем не менее, было понятно, что никаких государственных похорон не будет. Конечно, это клоунады с разными кладбищами. Мы, видимо, боялись каких-то массовых выступлений. Ну, таков путь. Опасен мертвый Пригожин для Путина в идеологическом смысле? В смысле героизации его образа? Героизации. Любой мифологический герой опасен, потому что более опасен, чем человек живой. Потому что живого человека можно запугать, купить, обмануть, в крайнем случае убить. А что ты будешь делать с мифом? Все эти потом возникающие лжедмитрии, Пугачёва, которые лжепавлы, они же петры, лжепетры, простите. Это всегда с мифом бороться труднее, потому что миф непобедим. Потому что миф в головах каждого отдельного человека. Путин этого не понимает? Ну, он этим пренебрегает, я бы сказал так. Ну ладно, да. Предсказуемо, значит, так предсказуемо. Мотались вчера журналисты с одного кладбища на другое. Это ваша работа. Мотаться с кладбища на другое. Спортом позанимались тоже, да. Ничего страшного. А что с Уткиным непонятно? Ну, пока нет. Думаю, похоронят сегодня-завтра. Слушайте, ну, не надо превращаться в этих людей, которые только бегают по кладбищам, да. Смотрите дальше. Ну, это нам такую жизнь устроили, что тут похоронка столько. Хорошо. Давайте про журнал. Расскажите нам, во-первых, что это, где его достать, и вообще откуда он появился. Да, он сейчас, вот сейчас. Я хочу сразу сказать, что его тираж всего... Вот он. Его тираж всего 999 экземпляров. А почему это получилось? Потому что, когда, собственно, мы с Муратовым его придумали, мы не имеем отношения к его изданию, надо сразу сказать, никакое. Ни учредителей, ни основателей, ни редакция. Ну, я, потому что я иностранный агент, и не могу быть учредителем какого-то российского журнала. А Митя просто сказал, что ему хватает новой газеты. Но мы его придумали. Это история о том, какого был настоящий Горбачев. Мы его придумали, и было предложено, значит, была создана редакция в главе с Андреем Липским. И было предложено Юрию Михайловичу Батурину, который был советником президента Ельцина по нацбезопасности, летчик-космонавт России, герой России, стать учредителем этого журнала, который хорошо знал о Горбачеву Ельцина, на переломе эпох. И, собственно говоря, была подана заявка в Роскомнадзор, где вдруг, неожиданно, для Батурина, от Батурина потребовали справку, что у него нет второго гражданства. Ну, по закону российскому, очередителем не может быть человек со вторым гражданством. Значит, Батурин обратился в МВД, и в МВД выдали ему справку, что таких справок в Российской Федерации не выдают. Типа, откуда мы знаем, вдруг у вас какое-нибудь там венесуэльское гражданство, нам не сообщили. И с этой справкой Юрий Михайлович Батурин отправил в Роскомнадзор, а Роскомнадзор, он ничего не знает, дайте нам справку, что у вас нет второго гражданства. Просто издевательство, потому что еще надо вспомнить, что Юрий Батурин, один из трех авторов закона о печати Горбачевского 90-го года, который дал свободу прессы, ничего, конечно, этого там. Никаких справок нет. И он, конечно, разъявился и сказал, что не будет он ходить унижаться. И в результате это не журнал, это не СМИ. Это вот можно без лицензии выпускать 999 экземпляров бумажек. Они из... А что это, если это не журнал, простите? Проект. Проект. Это не журнал. И, значит, первый номер, главная его часть, посвящена положению в Афганистане. Поскольку мы это делаем согласие, не мы это делаем, мы это читаем, согласие Иры Горбачева и дочки Михаила Сергеевича, фонда Горбачева, то здесь уникальные архивные документы, в том числе стенограмма, запись Политбюро по Афганистану. Здесь есть статья экономика в Афганистане. Здесь есть статья, как принималось решение. Здесь есть, там, оказывается, впервые Горбачев поставил вопрос об Афганистане уже в 86-м году со словами вот тут видно «Убираться надо оттуда». Это все здесь есть. Да-да-да-да. Это 86-й год сразу практически. мы обещали своему народу, что похоронок больше не будет. Я просто хочу обратить на это внимание для тех, которые интересуются, как это вот было. Ну как, значит, вот этих 999 экземпляров, они сейчас выставлены в магазине на «Новой газеты». Есть, проверила только что. Чтобы у нас было, потом я сказал, нет, давайте в одной трубе туда вы можете зайти, набрать в гугле «Магазин новой газеты». Затем еще один щелчок новинки и сразу журнал «Горби». Но больше печатать нельзя. Конечно, будет электронная версия, наверное. Вот. Но я, конечно, оскорблен просто. Ну вот просто. И обложка, еще раз покажу, вот эта надпись с могильной плиты Михаила Сергеевича. Потому что когда он ушел, надо вспомнить о том, что за 22 года до этого ушла Райса Максимовна, там стоял памятник над гробной плитой. И, конечно, ставить второй памятник, Ирина говорит, было невозможно, и они сделали лучшую могильную плиту. И все. То, что там было. Поэтому вот, собственно говоря, сегодня ровно год, как Михаил Сергеевич ушел, и он, конечно, еще не... Теперь можно изучать вот история с Афганистаном, это первый шаг. Это написано очень популярно, не для профессоров, а для учителей, я бы так бы сказал. И этот журнал должен выходить раз в квартал, но опять не журнал, это проект. Батурин отказался идти в суды, сказал, не будет унижаться. Значит, вот это будет проект, и будет, наверное, электронная версия или что-то еще он там будет придуман. Вот такая история. А можно чуть подробнее, Алексей Алексеевич, а почему Горби? Это вот, в общем, такое западное имя первого президента. Потому что идея у Андрея Ливского и у Мурата, они же по журналам, я же никто, была в том, чтобы выпускать английскую и немецкую версию. То есть это западно-ориентированное как бы издание или нет? Нет, это ориентированное издание, а это будут другие, как я понимаю, там наполнение будет немножко другое, но тут главная история в том, что Горбачев в данном случае представляется вот эта часть на первом номере как человек, который заканчивает войну. Заканчивает ее, который у него начал. Заканчивает. И как это происходило, как медленно они шли к этому, не без сопротивления, там один из ястребов следует, был, например, Шеварнац. Да, большое удивление. Горбачев ему говорит, Эдуард, прекрати свой ястребиный клепот. Это все есть здесь, на заседании, политбюро. Вот это, вот мне кажется, что это важное изучение, но, повторяю, это журнал для учителей, а не для профессуры, которая там, не для 20 человек. И, к сожалению, вот он, ну, хорошо, значит, как всегда, лучшие сливки будет получать Запад, английская, немецкая версия, а не россияне. Ну, придумаем что-нибудь. Ну, да, я спросилась, потому что аудитория-то разная, наверное, интересно в этом смысле, немножко разный подход к тому, что именно делал Михаил Сергеевич. Разный, но это дело тех, кто делает журнал. Слушай, мы не специалисты, я во всяком случае, я просто понимаю идею и считаю, что пора вернуть деятельность Горбачева, не мифы о Горбачеве, да, вот сегодня у меня прямо там в фейсбуке развернулось по этому поводу, я точно писал, некая полемика, что в Литве его не все любят. Ну, понятно, за что, за Вильнюс с январь 91-го года, за который, конечно, он отвечает, даже если он не принимал решения, а мы не знаем, конечно, он отвечает, мы с ним про это говорили, но где бы была Литва, если бы не реформа Горбачева, а я вам скажу, где бы в советском, в нынешнем Советском Союзе, в Пудинском Советском Союзе была бы Литва. В Армении не очень любят. А где бы была Армения без реформ Михаила Горбачева? В Путинском Советском Союзе. Надо же, все, уже закончилось личное отношение, он теперь политическое прошлое. Теперь его надо рассматривать как историческую фигуру, а не как человека, просто как человека, человека, Карла Великого мы тоже рассматриваем как человека. Нет, мы его рассматриваем как историческую фигуру, что он сделал, а не что, Алексей Алексеевич, а почему? А я тебе сразу хочу сказать, что я в обсуждении когда-то была вся идея, говорю, что обязательно надо делать номер, вот этот номер Афганистана, обязательно надо делать по Крабаху. Конечно. Потому что я читал протоколы Полидуро, а еще они наверняка есть в фонде, который сотрудничает, и там видно, что как они не понимали, как он не понимал, как медленно они к этому шли, какие были споры, что с этим делать, да, и пусть эти документы, наконец, фонд вот опубликует в журнале «Горли». А где еще? Кто опубликует их? Алексей Алексеевич, а почему вокруг Михаила Сергеевича вообще такое количество мифов, начиная, наверное, от самого главного, что он инициатор развала СССР? СССР? Ну, это глупости, потому что опять, если мы публикуем документы, мы видим, что он боролся как лев за СССР. Просто. Да, но этот миф существует, и он один из... Ну, надо кого свалить. Ну, послушайте, ты сама сказала слово «миф». И, собственно говоря, СССР развалило ГКЧП, и тому есть документы. Потому что, если вы возьмете, скажем, декларацию о независимости Латвии, кстати, вспоминаем, что все дни независимости это 24, 23, 24, 25 августа. Сразу после пучки республики испугали, что их силком начнут еще раз, и побежали декларировать свою независимость. Так вот, я посмотрел, поскольку я был в Риге 19-го числа, вот что написано в декларации. Поскольку прекратили действовать все конституционные институты Советского Союза, Латвия разрешает себя независимой. Потому что ГКЧП был не конституционный орган. Вот и все. Вот кто запустил эту машину, а не Горбачев. Вот миф. Но легче объяснить. Вот один человек развалил Союз. Цена этому Союзу ноль тогда. Ноль. Если один человек развалил Союз. Конечно, Горбачев бился за Союз. Это тоже следует из документов. Конечно, если журнал или проект будет продолжаться, обязательно страны Балтии, история выхода стран Балтии из Советского Союза, входа и выхода. Ну, поскольку Горби, да. Конечно, это досье, наверное, ребята сделают. Я буду, во всяком случае, советовать это сделать. Это очень важная история. Это очень важная история, потому что это такой антибифологический роман. На самом деле. Потому что документы. А вот документы. А документы говорят другое. А вот вы думаете так, а вот документы говорят другое. А документы про Афганистан говорят другое. А вы можете придумывать все, что угодно. Алексей Алексеевич, а в каком статусе был Горбачев, когда начиналась Афганская война? Горбачев был... Горбачев был секретарь ЦК, если мне не изменяет память, но он был уже в Политбюро или секретарь ЦК. Он был в Москве уже. Но здесь мы опубликали... Мы, они. Опубликали вот она. Видите, рассекречена. Видите, да? Это записка, это решение. Это решение о начале интервенции в Афганистан четырех членов Политбюро. Называется «К положению А». Вот мы ее... Вот она вот рукописная. Наверное, она где-то была еще, но вот она в этом журнале, да, есть. Как принималось решение. «К положению А». Вот целая статья, как вы видите, да, кто начал войну в Афганистане. И видно было, что никакой ЦК это не обсуждал. Оборот. А за полгода до этого Политбюро выступило против введения войск в апреле, в мае, да, 79-го года. А затем четыре члена Политбюро написали записку Брежную, а так было введено. Громыко, Андропов, Кустинов, Ильченко. Силовики. Ну, да, люди, которые представляли безопасность и внешнюю политику в Политбюро. Можно сказать и так. Вот поэтому, на самом деле, поэтому надо читать, Маша, понимаешь? Поэтому надо смотреть и читать. Еще раз скажу, что называется этот магазин, где он стоит. Да, каждый номер номерной. Тут сзади у меня сигнал, у меня без номера. Он сейчас у меня развалится в руках. А он номерной, и вот видишь, тут есть сзади номер. И там 999 номеров. И стоимость этого проекта 999 рублей. Сайт называется на полотенце, естественно, новая газета в одно слово .shop. Я еще в чат кинул. Да, если можно. Новая газета .shop. И на второй клик новинки, и там. Я прям ссылку на книгу кинул. А? Можно я еще скажу? Просто у нас улетает все. Вы просили предзаказ. Это у нас зрителя. У нас просто за вчерашний день улетело тысяча экземпляров на предзаказе. У нас осталось какие-то вот... Это после двух дней продаж. Нет. Вчера мы открыли в 17 часов предзаказ. Суток не прошло. Нет, я имею в виду, что два дня мы продавали вот то, что было. У этого. Это дополнительный тираж в нашей просьбе. Издатель допечатал еще. И мы уже... Две трети уже улетело из того, что было. Так что это... Но это у нас. Это shop.diletant.me. Вот. Я еще хотел сказать... У нас есть немного времени отметить последний пост Алексея Навального. Только хотел о вас спросить. Конечно. Вы думали, вы так легко отделаетесь, Алексей Навальный? Я легко отделался, потому что когда Алексей Навальный... Мне вчера вдруг начали присылать... Нет, не десятками, сотнями ссылку на этот пост, что Навальный меня благодарит. Ну, поскольку я супостат, я так слегка охренел, посмотрел, действительно, Навальный дословно пишет, что я ругал и буду ругать Алексея Навального. Слово ругать это нам привычно. Но он оказал самую большую услугу мне и ФБК подлинную услугу за последний год. То есть за весь военный год я оказал ФБК, устроив вот это самое с Волковым. Мы переосмыслили, я учился, для меня это уроки. Это очень важное признание, даже если оно может быть, как-то сказать, конъюнктурное. Дело в том, что это и есть задача независимой прессы. Когда мы что-то публикуем, это урок для остальных и для тех. Когда мы говорим здесь провал, здесь вы нафинтили и так далее, это не чтобы их наказать. Это работа прессы. Это вот как Курзум, с которым мы вчера тоже встречались и с Бунтманом. Мы ходим по берегу и видим надвигающийся цунами и кричим «Эй, цунами надвигают». Не верим, какие цунами. Вот это работа прессы. Вот это неправильно. Я, конечно, ответил Алексею Анатольевичу, что я и впредь буду оказывать подобные услуги любому пользователю наших медийных продуктов. Так что в этой части я полностью поддерживаю наконец-то осознанно роль прессы независимой. Что это не для того, чтобы там укусить за пятку или за жопу, а для того, чтобы показать слабые места. Собственно, эхо в этом отличалось всегда. Всех кусало, всем показывало. А уж какие выводы они делают, это уже не наш вопрос. Мы показали. Так что вот эта часть, она нормальная. И вторая часть нормальная. Я буду этим заниматься. Он призвал не обращать внимания на его заключение, а критиковать его позиции и тем самым оказывать услугу. Я подготовлюсь. Ну вот про 90-е сначала. Могу про выборы отдельно. Вот. И, конечно, буду продолжать оказывать эти услуги Алексею Навальному и ФБК. Да и всем остальным. Включая и не исключая Путина Владимира Владимировича, Зеленского Владимира Санча, Байдена, не помню, Джо, как его там. А, подождите. Ну так самый главный посыл-то поста. Вы как-то бы вторую и третью часть упомянули. А первая это часть. Это он... Ну, нет, ну подождите минуточку. Но можно же косвенно, подождите, ведь исходя из первого поста, в котором он там выразил свою ненависть к Чубайсу там, к 90-м и так далее, и так далее, и так далее. Там же с чего пошло? Вы же сказали, по-моему, это было одним из частей вашего высказывания, что вы подвергали авторство Навального сомнению вот в этой части. Моя позиция была такая. Если... Всегда говорил публично одно и то же. Если это подписано Навальный и нет опровержения, значит, это Навальный. И не важно, кто спичрайтер. Извините меня, когда Путин читает какую-то речь, вы не знаете фамилию спичрайтера, а знаете, что это Путин. И вы цитируете, как Путин. Есть спичрайтер, нет спичрайтера, есть поправки, нет поправок. Каким образом это пришло, каким образом это ушло, это не важно. Если человек берет на себя и подписывает вот этот пост, да, и говорит, это я, значит, надо относиться к тому, что это он. Это мое решение, значит, это мое решение. Кто бы его не принимал. Поэтому моя позиция в этом абсолютно всегда была одинаковая. Подписано Навальный, значит, Навальный. Отводил ли он ручкой, карандашом, диктовал ли он, получал ли он тезисы. Это черновая работа, меня не интересует. Но было ли согласовано? Вот в чем вопрос-то основной. Он говорит, это я, значит, я дискутирую с вами. Я не с Волковым, уже буду каким-нибудь Албуровым дискутировать, значит, смешно. Вот в своих постах, в тех опубликованных, Навальный говорит про 90-е. Я с ним буду на эту тему дискутировать. Он говорит про тактику выборов. Я с ним буду на эту тему дискутировать, что-то поддерживать, с чем-то соглашаться, с чем-то соглашаться. Он говорит, относитесь ко мне как к политику, который свободен. Хорошо, Алексей Анатольевич, мужественное решение. Так и буду. Так и буду. Да, но и при этом, значит, сам суть поста Навального сводится к тому, что он называет организаторов и промутров идеи, что якобы не он автор, значит, текстов, которые публикуются от его лица в социальных сетях, отвратительными негодяями, бессовестными людьми и публичными стукачами. Ну, просто сама риторика. Я это все пропускаю мимо ушей, хотя это не моя терминология. Что вы думаете? Я не могу таких слов говорить про кого-то. Вы можете хуже гораздо. Это мы с Баблоям это точно знаем. Мне кажется, что сущностные вещи, да, это вот то, что он пишет как сущностные вещи. Это отношения в 90-м, это транзит, это выборы, да, то есть это политические вещи. А когда человек там кого-то называет, как бы хуже не сказать, негодяем, да, но это эмоциональная оценка, он может ошибаться. эмоциональная оценка всегда индивидуальная. Да бог с ним. Мне кажется, что надо говорить о сущностных вещах, хотя форма тоже имеет значение, я считаю, что он говорит абсолютно несправедливо, потому что понимаю, кого он имеет в виду, но что же, он тоже имеет право на несправедливые, неправильные высказывания, тоже можно об этом подискутировать. А как вы себе представляете формат дискуссии? Да, извините, вот. Ну как, он написал пост, да, разместил. Значит, я могу по этому посту, и, собственно, я обсуждал это как раз тогда, с Серёжей Бунтовым мы решили этого не делать, тоже написать, потому что есть вещи, которыми я был свидетелем в 90-е годы, если мы говорим про 90-е годы, и там это, скажем так, неполная правда, а значит неправда. Есть такое правило, если правда неполная, это вот как с горби, да, как мифология, это мифология 90-х. У меня есть, что по каким-то темам согласиться с Навальным про 90-е, а на какие-то темы возразить, а что-то дополнить. И поскольку я с самого начала публично и Эхо, основные спикеры Эхо выступали против того, чтобы был наследник, и чтобы этим наследником, первое, чтобы был наследник Ехо, а потом, чтобы этим наследником был Путин, мы спокойно и легко можем дискутировать на эту тему, мы не участники вот этого перехода, в отличие от многих других, которые сейчас как бы поменяли позицию. Алексей Алексеевич, есть одна тема, у нас осталось всего 5 минут до конца эфира, есть одна тема, мы сегодня о ней уже говорили, но, во-первых, о ней развитие, вы наверняка помните историю с Мишей Бахтиным, с ребенком, на которого Евгений Ройзман собрал 160 миллионов, да, больным, с ума, спинально-мышечной атрофии, да. Сегодня его отец, Дмитрий, был у нас в эфире и рассказывал, что дальше лечения они не получают, хотя они выиграли все суды даже и просто в данный момент, вот он был у нас сегодня в эфире, сейчас он стоит с пикетом на Красной площади, рядом с ним ребенок, мы просто параллельно с вами сейчас покажем это видео, ладно, буквально секунду. Конечно. Да, оно без звука, да, насколько я понимаю, ну, собственно, вы сможете увидеть, он стоит с плакатом, на котором написано, на котором написано, на котором написано «Помогите спасти сына», и, соответственно, рядом коляска, в которой сидит Миша Бахтин. Я понимаю, смотри, значит, он задержан, да, правильно же? Я не вижу, ну, то есть я как бы вижу только исключительно. На Красной площади, минуту, задержан, вот я на новую газету цитирую, на Красной площади задержан, а, это Сота, Дмитрий Бахтин, да, ну и далее, здесь дальше подробности, вот есть вот это видео, как раз, и сообщение, что он задержан. У меня, конечно, теперь, как у иностранного агента, резко сократились ресурсы, потому что тогда, когда мы с Муратом обсуждали этот вопрос, о СМА и кое-что пробили, да, у Путина, в том числе, в государстве имеется в виду, и одновременно собирали деньги, урозь, да, не важно, откуда, важно спасти детей, да, тут мне все цитируют Корчика, постоянные, я напоминаю фразу Корчика, я готов разговаривать с дьяволом, лишь бы помочь моим детям, это Корчик, Януш Корчик, который ушел с ними в газовую камеру, в Треблин. Вот, ну, я сегодня пересекусь с Муратом, мы посмотрим, где наши ресурсы, что, и, конечно же, завтра я пересекусь с Ройзманом, надо понять, что происходит, да, надо понять, какую дверь выламывать, потому что это вопрос эффективности, помощи ребенка, а не собственного надувания еще, да, если нужно там опять выламывать дверь, значит, государству, значит, будем выламывать дверь государству, если нужно еще чего-то собирать, значит, Жене Ройзманом будем решать этот вопрос, просто надо понять, что надо, понимаешь, пока из ваших слов я не понимаю, что надо, вот что надо, я очень конкретный, надо лекарство, это одно, надо деньги, это другое, надо решение, это треть, это все разные двери. Я понимаю, вы посмотрите короткий фрагмент, там 10 минут, он был сегодня, Дмитрий у нас был сегодня в эфире, я сейчас у себя отдельно это тоже выложу, он там подробно рассказывает все инстанции, как они что и проходили. Вот мне Ройзман пишет как раз, да, что с мальчиком во время содержания мы не видим, мы не видим, мы не видим. Нет, мы не видим, мы видим просто, тут на красной почте стоял Дмитрий, рядом в коляске, соответственно, вот я поднесу сейчас, если будет видно, куда мне подносить это, это... Вместо вашего лица, вот, да. Это дочка Михаила Сергеевича, в кабинете Михаила Сергеевича, читает журнал. Журналом. Это просто, вот только что прислала, вот буквально на последнюю секунду, я займусь, я обещаю, просто ровно сегодня, сегодня я с Муратовом, завтра я с Ройзманом, эти вопросы, разные двери, надо, чтобы решить проблему, можно вот руками, обязательно руками и обязательно горлом кричать, как это делают журналисты, но чтобы получить результат, опираясь, опять, на журналиста, вот для чего нужна независимая пресса, опираясь на публикации, которые сейчас есть, надо начать ломать или стучаться, или ломать те двери, которые могут решить проблему, тут, знаешь, не до понтов, что называется. Алексей Алексеевич, эмоциональный посыл абсолютно, но сколько еще можно собирать на детей эсэмэсками, прости? Сколько нужно. А вот сколько нужно. Вот если у тебя в центре не вопрос, какое проклятое государство, ничего не будем собирать, пусть эти дети сдохнут. Нет, это не стоит на повестке. Значит, это две разные вещи. Есть конкретные дети, которым нужна немедленная помощь, и так мы всегда работаем, мы вспоминаем историю с возвращением украинских детей, то же самое. Все это то же самое. Если в центре стоят дети, а не погрозить государству пальчиком, значит, ты вот это делаешь одной рукой, а другой рукой, как мы делали, ты пытаешься добиться изменения в политике государства, отношений. Я напомню, что лекарства от СМА, в принципе, запрещены. в Российской Федерации не лицензированы, и только создание, согласие Путина на создание этого фонда позволило обойти этот запрет, потому что фонд имеет право их потреблять. И не надо этого стесняться. Да в жопу. Зато благодаря этому, по-моему, около 300 детей за год, 300 детям за год была оказана помощь. Да идите вы со своими правилами, знаете куда, по какому адресу, сами знаете, по какому адресу. А другие пусть занимаются вот моральными, это тоже важно, на самом деле, я не только моральными требованиями государства тоже, а здесь конкретно спасти ребенка. Кто-то спасает ребенка, кто-то давит на государство, кто-то, значит, вербует сторонников этой идеи, и в результате получается результат, может быть, а может не получится. Значит, надо усиливать, усилить голос, как писал Шерчин. Вот так. Спасибо большое. Алексей Венедиктов наш гость. Да, мы заканчиваем «Утренний разворот». Майрса Баблоян в роли ведущих. Я из студии в Берлине. Алексей Венедиктов, проект Горби, книга Владимира Пастухова, которая появится скоро. Как она правильно называется, Алексей Алексеевич? Как переучредить Россию «Очеркно заблудившей революции». Переучредить. Очень точный вопрос. И очень точное слово. Спасибо большое. Берегите себя. Все, до завтра. Всего доброго. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»